Всем привет! Вы слушаете подкаст Устача Кирт. С вами я, Мирима Смонова. Это новый подкаст, и он специально создан для Центра музыки Устача Кирт. И со мной будут весь сезон два моих соведущих. Разия, руководитель Центра Устача Кирт. Музыкальный руководитель Центра Устача Кирт. Отличной культуры. Кутман. У Кутмана столько крутых регалий, что я прям так это. Наш подкаст, он будет двуязычный, но в основном мы постараемся говорить на русском языке. Тема сегодняшнего выпуска. Давайте для тех, кто может быть не знает, что это за инструмент. Разия, немного расскажите. Потому что я, например, встретила описание челюстная арфа. Вот как-то так. Темир Оскомус является частью группы всемирно известных инструментов, которую можно подвести под одно общее название. Варган. Варган – это семейство музыкальных инструментов, где звукоизвлечение происходит при помощи губ, зубов, гортани и горловых связок, скажем так. И варганные инструменты, они встречаются у более чем 70 народов мира. И соответственно, в зависимости от места проживания этих народов, этих культур, инструменты тоже имеют разные подвиды. Они изготавливаются из разных инструментов. В нашем случае это темир Оскомус. И не случайно здесь подчеркивается средство изготовления. Темир, то есть металл. Это металлический инструмент. Но у нас также есть джигач Оскомус. То есть тоже подчеркивается, что это деревянный джигач. Допустим, вьетнамский вариант, он делается из бамбука. Где-то делается, ну делался, скажем, из меди, из сплава меди, латуни, из серебра. Поэтому здесь не важен нисколько факт, из чего он сделан, а способ звукоизвлечения. То есть это даже такой музыковический термин, способ звукоизвлечения. То есть есть инструменты, где мы извлекаем звук при помощи струн, при помощи удара, скажем, ударные инструменты. А в данном случае ротовая полость. Поэтому и не случайно название челюстная арфа. Тип инструмента арфа, ну когда-то это был самый, скажем, распространенный вид, да, встречающийся почти в каждой культуре. То есть как бы дерево, перетянутое струнами. Поэтому, а когда говорят арфа, понятно, что это сразу имеет отношение к музыкальному инструменту, да, какое-то благостное звучание. Поэтому челюстная арфа, я думаю, что не случайно возникла. И еще сейчас в мировой международной практике больше распространено название джеохарп. То есть получается даже как будто иудейская арфа. То есть это разные наименования, но принцип единый. А давайте сейчас послушаем, как звучит темироский нос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это просто импровизация. Очень круто. Мне интересно, как вообще появился хумус? Мы все знаем, многие, я думаю, знают. Как появился хумус? Как появился хумус? Закономерность, я думаю, что сначала все-таки был деревянный, да, возник, потом, да, абсолютно Кутман прав, металлический инструмент не мог появиться раньше, чем люди научились, да, человечество научилось отработать металл, а учитывая, что, ну, как раз это кочевая культура, я думаю, что это, ну, достаточно поздно появилось, ну, в мировом историческом отрезке, и в первую очередь это связано как раз-таки с опытом овладения, работы с металлом, да, какие-то сплавы придумывать, наконечники для стрел, потому что, ну, любое племя вынуждено было защищаться, да, обороняться, ну, и какие-то наступательные движения происходили, я думаю, что с этим связано. В отличие от многих других народов, у крызов этот инструмент стал очень популярным, сохранился до сегодняшнего дня, в том виде, как мы сейчас видим, то, что все-таки был кочевой образ жизни, когда компактный инструмент, да, многофункциональный, да, то есть его ты положил в карман, и он не дает никакой тяжести, при этом в любой момент, да, ты достаешь и можешь, как бы, привести в порядок как свои нервы, так и окружающих. В каких-то старых фильмах есть такие моменты, где играют боскомус? Я вот просто пыталась сейчас вспомнить, вспомнила. В фильмах 60-х, 70-х годов, да, а еще же такой, есть кадры, когда такая, ну, Эне, да, Чонг Эне, или Чек, у нее есть тахтыке, а что это из себя представляет? Ну, грубо говоря, типа как табурет, да, обшитый тканью, обшивается снаружи, обивается тканью для того, чтобы не было видно механизма, а механизм очень простой. Один конец крепится нитка, при движении пальца, получается, и подключается еще нога, и в движение приводятся маленькие куколки миниатюрные. И, ну, на этом, скажем, ну, условно, типа табуретки, какие это были миниатюры, конечно, все, что было связано с жизнью кыргызов, особенно тачевого народа, это охота, так правило, да, и часто изображались, почему называли тахтыке, это козы, да, козы, козочки, тэке это козел, тахтыке это значит скачущий козел. И, как правило, это было из дерева, сделанное, ну, так, на скорую руку, наверное, отец сделал для своих детей, а мать в часы досуга, да, в зимние, не знаю, холодные, студеные вечера, вот она развлекала свое семейство. И эта традиция была очень популярна до 60-х, 70-х годов точно. И, разумеется, эти все мамы, бабушки, они не имели специализированного музыкального образования, да, но они понимали вот эту воспитательную функцию и эстетическую функцию. Вообще, это отдельная тема, кстати, об эстетической, да, об эстетической функции музыки, потому что есть ее прикладное значение, как мы говорим, лечебное, да, какая-то функциональная, а есть ведь просто для удовольствия, для души, это немножко другое. Мы говорили о Джигачевском музе, о Тамирском музе, почему вот Джигачевском музе у нас не так часто упоминается, мы его не часто, не так часто видим, и на нем, как вы сказали, вроде Кутманов, мы обсуждали, кто-то не играет особо, да? Вообще-то музыканты играют. Музыканты играют, да. Да, музыканты играют. Ну, для детей обучать трудно. С самого начала, если ученик должен понять, что играет, а дети пока не освоят вот эту истину. Поэтому практически лучше, чтобы это был темир, да, Остамус? А темир, Остамус, вот железо чуть дольше это живут. А в звучании есть, да? А очень большая разница. Разница большая, да. Давайте вот мы слушаем Демир Остамус, как звучал, да, послушаем теперь, как звучит Джигач Остамус. Демир Остамус Мне больше нравится, как звучит Джигач Остамус, хотя я понимаю, что нельзя там сравнивать и все такое, но мне больше нравится, как звучит Джигач Остамус. Ну, у них есть тональность, вот в Буктемир Остамусе есть разная тональность. Семь лук, да? Да. У них тоже звук чуть-чуть по-другому будет. Я сейчас понимаю, что выше и выше, да? А теперь сразу Джигач Остамус попробую вам, чтобы слушатели могли различить, то есть вот только что был металлический, да, звук, и вот как деревянный. Демир Остамус Кто ваши ученики? Кто ваши учителя? Устат что это такое? Устат это педагог, мастер, наставник. И в то же время у нас есть ныне действующие дети, которые сейчас находятся в статусе учеников. Это вот сотни, буквально сотни, даже тысячи учащихся из разных школ, где мы пропагандируем в первую очередь любовь к музыке, к искусству, к культуре. То есть это не насаждение игры на каком-то одном инструменте, как его освоение, да? То есть мы никогда не говорим, ой, ты должен сделать то-то, то-то для того, чтобы стать музыкантом. Наоборот, сейчас миссия Устат Шакирта — это подготовка слушательской аудитории. Дело в том, что музыка, как и любой другой вид искусства, она может развиваться, когда работают три стороны одного целого. Это когда есть композитор Джарат Манн, тот, кто создаёт, неважно, музыку для какого инструмента и какой культуры. То есть есть человек-композитор, то есть создатель музыки, есть человек, который играет эту музыку, исполнитель, и есть человек, который слушает. Если одно звено выпадет, то не будет дальше развития. Предположим, Кутман сочинил, предположим, Эдиль сыграл, но если Мерим не слушает и не даёт, не делится вот этой обратной связью, реакцией, своей энергетикой, то не будет дальше развития. Ну, Кутман один раз сочинил, ну, Эдиль два раза там сыграл, три раза, десять, сто. Но для кого? Только для себя? Только для двоих? То есть это не диалог, здесь обязательно должен быть слушатель. Так же, как у театра должен быть зритель, да, или у изобразительного искусства должен быть зритель. То есть самый лучший оценщик — это слушатель. Но в то же время слушатель тоже бывает разный. Вот, допустим, мы все пользуемся компьютером, да, имеем какие-то навыки, но мы, юзеры, мы пользуемся этим. А есть те, которые профи, не знаю, сисадмин, допустим, да, и вот мы, можно сказать, готовим юзеров. То есть мы готовим слушателей, которые могут отличить темер-комус, чагачос-комус — это хргызский инструмент, а это хакасский инструмент. Или просто это инструмент-комус, а это хумус, то есть это струнный, это духовой, это ударный. Это пение, это мужское пение, женское пение. Эта песня мне нравится, а это мне не очень. То есть какое-то критическое отношение, да, а критическое отношение, ну когда может быть? Только когда у нас есть какие-то необходимые базовые знания и навыки. И поэтому наши сегодняшние ученики — это в первую очередь слушатели. Какова роль Темир-Оскомуза вообще в культуре нашей страны, в нашей культуре? Я хочу сказать, что это происходит. Глубинные народы до сих пор понимают как бы глубинное значение как физиологическое, так и эмоциональное этого инструмента. Допустим, в Норвегии есть памятник Варгану, темировскому музею, и норвежская исконная культура, их жители, они как раз-таки очень боготворили этот инструмент, можно сказать. Варганная музыка очень ценится в скандинавских странах, потому что она есть в исконной их культуре, на сегодняшний день очень развита в Алтайском, Якутском регионе. И еще я думаю, что когда мы говорим об инструменте Чигачос-Хумус, есть одна персона, имя которой просто невозможно не назвать. Это Шакен Дюрубекова, заслуженная артистка Крымской республики, это бабушка, уже опа, ей под 80. Именно она, можно сказать, реанимировала культуру игры на Чигачос-Хумусе в 80-х годах, будучи студенткой национального университета здесь. Она сама родом из Алабуки, из Алабукинского района, и именно там сохранилась традиция изготовления этого инструмента. Еще примечательно, что она сама до сих пор делает, и брат ее делает темировского мужа, но это их семейный секрет, можно сказать, потому что ее инструменты вообще другие. Она их не продает, никому не выдает этот секрет. Бернерсен айтык оширек, Шакен Апаус жақшы, ау, эзу қағып, эзу ұшылы, эйжайтықында, эй біл өзіне, амчамча шакеттері бар чығар, барақ елге жайлып бағаны, өкіндірет. Ауста шакшы салтық мұз кағор-бару, бис ел үшін деп, елге үйр өтіп, ачы, болған сырлар ұстын бар, оқышылыға үйр өтіп, айтқар басқан бұдан? Деген бездар ұстын бар, басын еді, мен менарды ұқағып айттығын рады бұдан zde. Бастар, екейін деп, вчетмейді! Екейте последние поэзоды құндай,ketіп көрсый. Бұл түнісе үшін бік? Бұл түнісе жерекінді ғип қолар時間 cabeça ендала spiritіп, Редактор субтитров А.Семкин